Дальше тять действительность, не видеть ужасы 20-го столетия и представителей Серебряного века. В рубеж веков – особый, переломный период для России. В обществе нарастает ощущение неизбежности социального кризиса, необходимости смены ценностей. Начался поиск новых идеологических концепций общественного развития. Этот поиск прибег к расцвету новых творческих групп, объединений, живших в так называемом Серебряном веке. Для живописцев рубежа веков свойственны иные способы выражения, чем у передвижников, иные формы художественного творчества, безлюстративности и повествовательности. Художники мучительно ищут гармонию, красоту в мире, которая в основе своей чуждой гармонии и красоте. Рассматривая картину саратского художника Павла Варфломеевича Кузнецова «Степи и мираж», поговорим об одном из направлений Серебряного века – символизма. В искусстве символизм – попытка человека ограниченными средствами разума выразить невразимое, интуитивно нащупать ту бездну, которая находится за пределами зрелого мира. Символизм стал направлением в искусстве, который предложил новый язык, новую систему образов и новый путь для постижения мира. Но не мира видимых предметов, а мира чувств, души, видений, грез и предчувствий. Рассматривая картину Кузнецова, вспоминается стихотворение поэта-символиста этой эпохи Александра Бока. «Восходишь ты, что строгий день перед задумчивой природой, в твоих чертах ложится тень весной неволи и свободы. Твой день ясен и велик, не озарен каким-то светом, но в этом свете каждый миг – это отведение, без ответа. Никто не трогнет твой покой и не нарушит строгой тени, ты сольешься со звездой в пути к обителю видения». Кузнецов часто переосмыслял основные мечты, которые смешивались с реальностью. В картинах так называемой «Степной» или «Киргизской Сирии» Павел Кузнецов умело сочетал декоративную обобщенность, тонкую продакцию цветовых оттенков. В его картинах есть поэзия и динамика, они полны воздуха и света. В степле «Мираж» композиционно решается как целостный мир, замкнутый в круговороте линии и ритма. Легкие перестри деревья, кажущиеся лишь воспоминанием о деревьях реальных, склоняются к центру картины. Фигура женщин условно схематична.